Приветствую вас на канале всё о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня поговорим, почему стиральная машина долго набирает воду. На самом деле причины тому чаще всего банальны. Хозяева просто вот даже хлопают себя по лбу, что ж они сразу сами-то не догадались. Но тем не менее, то есть начинать нужно проверять с простого, а потом уже переходить к каким-то проблемам с пускным клапаном, а тем более там с электроникой. Значит смотрите, если машинка долго набирает воду, на дисплее может появиться ошибка, вот здесь там в зависимости от модели стиральной машины, может не появиться ошибка, может просто машинка зависнуть и в общем висеть так нескончаемое количество времени. С чего нужно начать проверку? Во-первых, посмотрите открыт ли у вас кран-тройник. То есть если вода в водопроводе есть, но тройничок вот этот, который идёт на стиральную машину, он перекрыт или открыт, например, не до конца и давления недостаточно, тогда машинка зависнет, она будет плохо набирать воду. То есть проверьте, чтобы кран этот был открыт до конца. Следующий момент, это сеточка-фильтр, так называемая, которая находится на впускном клапане. То есть, чтобы её проверить, необходимо перекрыть воду на стиральную машину, отключить её и сзади открутить наливной шланг. То есть тот шланг, по которому, ну вот он здесь, получается, слева находится, сзади, нужно его открутить, он там обычная пластиковая гайка идёт, поэтому не усердствуйте в откручивании, в прикручивании, можно сорвать резьбу. То есть аккуратно руками откручиваете его, дальше плоскогубцами вытаскиваете сеточку-фильтр, это такая пластиковая штучка, через которую вода проходит, её задача улавливать крупный мусор. И если она, допустим, забивается, затягивается известковым налётом, тогда вода через неё проходит плохо, и машинка за заданное время не может набрать воду. То есть вы эту сеточку чистите, возвращаете на место, и проблема решена. Если сеточка чистая, да, или, допустим, после чистки эффекта никакого, то есть машинка продолжает плохо набирать воду, тогда нужно смотреть впускной клапан и присостат. Присостат находится справа, да, клапан слева. Соответственно, значит, проверить клапан самостоятельно, адекватно, достаточно сложно. Тут лучше бы я посоветовал вызвать мастера. Тот же присостат, трубочку почистить вы можете сами. То есть от него такая вот на шайбу похожая деталь, от неё отходит трубочка, которую нужно аккуратно снять, открутив, то есть отжав комуты, и прочистить её. То есть бывает трубочка присостата забивается, и просто присостат отдаёт некорректные команды модулю, который приостанавливает набор воды, из-за того, что присостат не видит, то есть какое количество воды уже в баке есть. Поэтому как бы чистка трубочки нередко помогает. Ну и сам клапан, конечно, я бы не стал советовать вам его менять превентивно, потому что он может работать, проблема может скрываться совершенно в другом. Поэтому лучше, я ещё раз говорю, вызвать мастера. Ну, либо ещё что вы можете сами сделать, это проверить патрубки. То есть те, которые идут от впускного клапана на диспенсер. Диспенсер находится здесь, то есть куда вставляется этот лоток для порошка. То есть вот эти две трубочки, иногда три трубочки идут, то есть вы их проверяете и смотрите, нет ли там каких-то засоров. Редко такое бывает, но бывает, что там образуется известковый налёт, и вода проходит плохо. То есть если трубочки чистые, то скорее всего дело в клапане или в присостате в самом. То есть замена этих деталей после проверки будет произведена мастером, и уже, соответственно, работоспособность машинки восстановлена. В более редких случаях причина в модуле управления, но тут уже сгоревшийся мистер там должен обнаружить мастер. То есть самостоятельно лезть к плате управления не стоит. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, и удачи вам!